Приветствую вас, Алина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. И попробуем сделать первые шаги к решению вашей проблемы. Значит, во-первых, есть причина, по которым вы терпели более 40 лет невозительное отношение, я так понимаю, к себе, хотя прямо, Алина, об этом вы не говорите, что имело место быть невозительное отношение к вам. Тут скорее вы говорите о том, что вот предназначение к общим рабочим материалам, да? Вот, и тут не совсем понятно, как вас это вызывает, да? То есть вот где вот эта вот грань, где вот эта вот точка, когда отношения людей, их поведение действительно были направлены на вас, и как это воспринималось вами, а где не на вас, как это тоже вами воспринималось, потому что есть подозрение, что помимо страха, ну вот неуверенности в себе, заниженной самооценки, вы склонны к тому, чтобы видеть в поведении и отношении людей не к вам что-то такое вот, может быть, оскорбительное и унизительное именно к вам, именно по отношению к вам. Я в этом, конечно, сейчас не уверен, это такая вот рабочая версия, да? Вот, дальше, что касается вашего запроса. Значит, вам необходимо отделить, необходимо отделить, что и почему вас задевает. То есть, к примеру, когда вы защищаете интересы, допустим, своего, ну вот в своей работе, своей компании, своей фирмы, своей организации, где вы работаете, то это одно, и здесь решать вопрос нужно исключительно в ключе профессионала, профессиональном. То есть, обращаться к высшестоящим руководству, обращаться к регламенту, обращаться к правилам, обращаться к вашим обязанностям и прочим. То есть, руководство это исключительно профессионально, профессионально, все. Собственно, саму коллегу вам стоит воспринимать именно так, как человек, который просто пытается заработать, который, вероятно, как-то конкурирует с вами, может быть, но не имеет против вас ничего общего, вы, коллега, вообще до лампочки. Коллегу волнует только вот, чтобы не было угрозы никакой, в плане заработка, чтобы конкуренция была, чтобы ничто ей не угрожало. Иногда, чтобы не приходилось делать, ну, какую-то работу, а больше. С другой стороны, есть личная история, когда какие-то вещи вас задевают именно, и здесь, с одной стороны, мы говорим о том, чтобы научиться выстраивать бесконфликтное общение, например, через технику Я-сообщение, через технику Я-сообщение, можете изучить ее в интернете, она есть. К примеру. Либо, и в том числе, через четкие ограничения. Я и ты. Это я, а где ты. Но самое главное, это разобраться с тем, как именно вас задевает то, что говорят про вас другие люди, если вас задевают. Вот. Потому что вы явно воспринимаете своих коллег и свою работу сейчас в большей степени как лично, лично. Именно вот как, как, ну, в личном контексте. И, на мой взгляд, это далеко не хорошо для вас. Потому что нет ничего хорошего в том, что вы воспринимаете сугубо профессиональные отношения, пускай и немножечко выходящие за свои рамки. Вот. Вы воспринимаете эти отношения на свой счет. В этом ничего хорошего нет. Для, для вас. Да? Эм. Это такой момент. Значит ээээ, почему вы воспринимаете это на свой счет. А ведь вас задевает. Вот, собственно, совсем почему, 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 если вас задевает, нужно работать. И когда процесс работы вас это предстанет задевать, то вам будет легче, значит, выстраивать общение так, чтобы с одной стороны не терпеть что-то, какое-то вот неподобающее отношение к вам. С другой стороны, чтобы грамотно продвигать свою позицию, отстаивать свои интересы и прочее. Вот, поэтому сейчас вам нужно отделить одно от другого. На работе руководствуется только профессиональной историей, только регламентом, только выполнением обязанностей и все. А все лично оставить для уже себя саму и вот поисследовать это, найти свои слабые места и решить, что вы с этими слабо-слабыми местами будете делать. Вот. Я полагаю, что вы не доверяете своим чувствам, вы не привыкли доверять своим эмоциям, не привыкли доверять своим чувствам. И потом, что и объясняет вашу тревожность, вот с этим, в этом направлении тоже необходимо поработать. Обвинение. То, что вы себя обвиняете по привычке, возможно, за проявление чувств, что проявляется в психосоматике. Тоже с чувством вины нужно поработать, раскрыть его, помочь вам освободиться от него. То есть, вот вы говорите, как помогите собраться с мыслями и выработать стратегию дополнительного поведения, но ведь не очень понятно даже, что вы вкладываете в это понятие собраться с мыслями. То есть, это как? Выработать стратегию поведения можно, но только при беседе с вами. То есть, сейчас, на данный момент выработать стратегию, основа только на том, что вы написали, невозможно. Вот. По крайней мере, это сделать качественно невозможно. Можно только в самой-самой общей форме это сделать. Если вы решились пойти на открытую конфронтацию, безусловно, вы молодец. Но важно понимать причину и цели конфронтации. Одно дело, если вы хотите решить некий рабочий вопрос, это хорошо и здорово. И другое дело, если вы хотите что-то доказать сами себе. Это уже не здорово и это не принесет вам ничего хорошего. Наоборот, подблагает опасности всю вашу карьеру, работу и прочее. То есть, вы говорите, что вы хотите пойти, размести там свою волю, то опять же, это больше про ваши личные конфликты, ваши личные противоречия, нежели чем про работу. Вы извините, но это, к сожалению, так и работать здесь абсолютно ни при чем. А вот определенное отношение к себе и определенное восприятие себя, а также других людей в контексте этого восприятия, это вот уже совсем, да, другая история. Но в этом направлении нужно тоже работать именно. Вот. Поэтому общих векторов я вам дал, два общих вектора. А дальше вам лучше, конечно, обратиться к специалисту и поработать, приготовиться, выходить из зоны комфорта. Потому что вам, я так понимаю, больше 40 лет. И, в общем-то, вы привыкли жить по определенным правилам, по определенным схемам. Вот. Но это все не приносило вам ничего хорошего, о чем и следует, следует из вашего сообщения. Вот. Поэтому нужно работать. Нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.